Что такое сходящееся и что такое расходящееся произведение? Вот смотрите, когда у нас имеется любая последовательность, и вы складываете ее через элементы, то что на самом деле у нас получается? Это называется бесконечный ряд, это сумма. Это простая вещь. У нас есть 0, делаем шаг А1, потом А2, ну я не знаю, положительный, отрицательный, пусть положительный. Получается сумма А1 плюс А2. Ну, например, А3 отрицательная. Получается сюда сдвинулись, это А1 плюс А2 плюс А1. А4, пусть, например, положительная. У нас получается, что нужно смотреть на так называемые частичные суммы. То есть сначала взяли первый, потом первые два, потом первые три. n-ая частичная сумма, это сумма первых n чисел этого ряда. И если у этой последовательности есть предел, если она к чему-то стремится, ну, значит, это и есть сумма. Отлично. А вот теперь внимание. Если нас интересует произведение, какое-нибудь число, умноженное на какое-нибудь другое, на третье, на четвертое, на пятое, и так далее, и так далее, и так далее, то, в принципе, конечно, можно сказать, а какая разница? Возьмите так, потом первые два, потом первые три, потом первые четыре. Но для того, чтобы все-таки у этих произведений, чтобы какой-нибудь смысл такой разум не был, господа, вот так же, как у чисел, желаем, чтобы они все-таки стремились к новому. Потому что иначе, если эти скачки не будут успокаиваться, то ни о каком пределе речи нет, да? Точно так же, когда идет речь о бесконечном произведении, все-таки считается, что множители должны стремиться к единице. И принято записывать произведение вот не в таком виде, а в таком. Единица плюс С1 умножить на единица плюс С2, единица плюс С3, и так далее, и так далее. То есть, выделять эту самую единицу, а про последовательность этих самых С-шек требовать, чтобы она стремилась к нулю. Замечательно. И еще есть одна важная вещь. Хочется, чтобы все-таки эти вычисления действительно имели какой-то хороший смысл. А вот в каком смысле? Если у вас произведение стремится к бесконечности, то лучше считать, что это произведение расходится. То есть, оно стремится к бесконечности. Понятная идея? Да? То есть, у нас ряд бывает расходящийся, стремится к бесконечности. И произведение тоже самое. Если оно стремится к бесконечности, то лучше считать, что оно расходится. Нет у него конкретного значения. Отверг внимание. А что бывает в произведении стремится к бесконечности, а мы каждое число заменим на единицу, деленную на это число. Что тогда произойдет с значением этого произведения? Вот это стремилось к бесконечности, а это будет стремиться к нулю. Значит, ребята, стремление вот этого к бесконечности в точности соответственно стремлению этого к нулю. Поэтому принято считать, что если произведение стремится к нулю, то оно все равно расходится. Вот это важная терминологическая штука, которую надо просто запомнить. Это вообще выключено. За это будущее понятие нужно только запомнить. Итак, определение. Если предел произведения по k взятому от единицы до n вот этих вот штучек 1 плюс цк равняется нулю, пределы пределы пределы, пределы предельные стремящиеся к бесконечности, то произведение называют все равно как? Расходящиеся. Расходящиеся. То произведение расходится. То есть, казалось бы, у частичных произведений предел есть. Вот сходится, это значит есть предел 0, но если этот предел, извините, равен 0, если он не хороший, если он равен 0 числу кроме 0, то расходится, если он равен 0, то расходится. Так, это одно значение. А теперь, а теперь следующая штука. Естественно, я считаю, что ни одно из чисел С не равно минус единице, потому что иначе один нулевой множитель просто убивает все это и рассматриваем бессмысленно. А вот дальше будет очень важный факт, очень важная теорема. Произведение сходится. Вот этот самый предел не равен 0 существует в тех и только тех случаях, когда, во-первых, они все не равны минус единице, это безусловно важно, да? Ну иначе произведение равно 0, это вообще чушь. Когда они все не равны минус единице, и, внимание, и ряд, вот такой вот ряд, С1 плюс С2 плюс С3 плюс С4 и так далее, сходится. То есть, оказывается, смотреть на произведение и смотреть на сумму этих самых цельших, то есть произведение стремится к неналевому числу в том и только в том случае, когда последовательность вот этих вот наших цельших является сходящейся последовательностью. То есть, я для того, чтобы не прерывать наш рассказ, считаю сейчас, что эта теорема очевидная, потом я скажу несколько слов по поводу ее доказательства, на самом деле она действительно не очевидная, вот, но просто для того, чтобы мы не забыли прекрасное число, вот я ее сформулировал, значит, Итак, если, господа, вас интересует, давайте фиксируем, если вас интересует вот такое вот произведение, давайте посмотрим, если вас интересует такое вот произведение, и вы знаете, что оно равно вот этому, а это у нас плюс бесконечность, то это значит, что это произведение сходится или расходится? Расходится. 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 А если оно расходится, то это значит, что вот это стремится к бесконечности. Итак, значит, вот это равно, смотри, ничего, это, это плюс бесконечности. Я считаю, что тут теряем все знаки. Это плюс бесконечности. В каком случае это бесконечности? В случае, если вот это произведение чему равно? Нулю. Ну так, единица деленная на? А. Чтобы получить бесконечность, надо единицу делить на нулю. Правильно? То есть это должно равняться нулю. А это равно нулю, когда сумма единиц на p стремится к бесконечности. Значит, если верить вот в эту вот теорему, то я, собственно говоря, все это доказал. Согласно? Отлично. Теперь возвращаемся к теорему. Потому что я все-таки ее ничего не доказал. Что я должен реально сейчас сделать? Это то, что вы понимаете, что это все совсем легко, на самом деле. Вас сейчас, разумеется, утвердит то, что терминаловичность первого раз введена. Поэтому вы многим из другого, эти многие вещи кажутся вам непривычными и так далее. На самом деле это достаточно несложная вещь. Итак, значит, давайте сформулируем, что сейчас я на самом деле хочу... Вот чем я сейчас воспользовался? По существенному. Я вот сейчас следующий вопрос. Что если произведение стремится к нулю, так, да? Я хочу объяснить, что в таком случае ряд вот этих штучек, что? Ряд расходится. Ряд расходится. Отлично. Итак, давайте я запишу. Значит, я знаю... Что? Единица... Так, только я напишу минус С1, потому что здесь у меня одна ПТ была положительная, поэтому давайте... Единица минус С1, единица минус С2 и так далее, и так далее. Единица минус С1, вот эта штука стремится к нулю при Н стремящемся к бесконечности. Отлично. Хочу доказать. Хочу доказать, что С1 плюс С2 плюс С3 и так далее, и так далее стремится куда? Стремится к бесконечности. Отлично. Это, собственно говоря, кусочек твоей теоремы, но если я его докажу, то я полностью сделаю то, что мне нужно, чтобы получить леймеровское доказательство расходимости ряда обратных простых чисел. Отлично. Ребята, ну, конечно, я это сделаю противно. Это у меня положительные числа. Я предположу, что никакой бесконечности это отряд не сходится. Итак, от противного. От противного. Пусть у меня С1 плюс С2 плюс С3 плюс С3 и так далее, и так далее, плюс СН сходятся в некоторой конкретной величине, в некотором числе А. Отлично. Тогда как это будет выглядеть на картинке? Тоже просто. Есть начало координат. Есть число С1. Есть С1 плюс С2. С1 плюс С2 плюс С3 и так далее, и так далее. И есть некоторое число А, к которому все это стремится. Постепенно увеличиваясь, 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 увеличиваясь. Так, ребята, в связь этого с этой задачей все понимают. Сшка это единица деленная на простое число. То есть С1 это единица делить на 2. С2 это 1 3, С3 это 1 5, понимаете, да? cn от единицы делить на n простое число. Значит, это предположим, что так у нас случилось, что ряд обратных простых чисел сходится. Замечательно. Тогда я беру от шага от числа а, от вот этого самого предела, налево одну вторую. Наверное, если честно, могу одну третью читать, неважно. Важно, что я какую-то величину отсчитал и говорю, рано или поздно, поскольку они стремятся к числу а, рано или поздно какая-то там цешка зайдет за число а минус одна вторая. И после этого все остальные цешки будут добавляться и в сумме дадут меньше, чем одну вторую. Значит, давайте я запишу, что у меня будет. А будет у меня простая вещь. Значит, возрастающая последовательность, повторяю, что это, то есть одна вторая, первый член, одна вторая плюс одна треть, одна вторая плюс одна треть, одна пятая, одна вторая плюс одна треть, одна пятая, одна седьмая. Ну и так далее, да? То есть n член – это сумма обратных величин n первым простым числом. Вот это последовательность. Если она стремится к какому-то числу а, то рано или поздно картинка будет такая, что у нас есть а, есть а минус одна вторая, вот она там чук-чук-чук-чук-чук-чук, в какой-то там пришла, и дальше она уже навсегда будет меньше, чем а. Но все время увеличиваться, увеличиваться, тогда а никогда не дойдет, то будет стремиться к числу а. Замечательно. Это означает следующую вещь, что у меня все цешки, вот-вот, то есть cn плюс первое, cn плюс второе и так далее, и так далее, cn плюс m для любого. Вот здесь у меня была величина, вот здесь у меня было число какое-нибудь, c1 плюс c2 и так далее, плюс c, надо, чтобы это было cn. Замечательно. Плюс cn минус первое. Вот это число было меньше, чем а минус одна вторая. Следующее число, это c1 плюс c2 и так далее, плюс cn. Оно перешло через а минус одна вторая. Так вот, все следующие шаги в сумме дают меньше одной второй при любом натуральном м. Итак, n – это фиксированное число. Это то число, при котором мы зашли правее, чем а минус одна вторая. А m – любое. То есть для любого числа м будет верно такое неравенство. Ребята, а сейчас я вам скажу простую вещь, удивительно простую, что когда умножаешь единицу минус cn плюс 1, на единицу минус cn плюс 2, на единицу минус cn плюс 3, и так далее, и так далее, на единицу минус cn плюс m на n, то это будет больше, чем единица минус все эти c шаги. А значит, это будет больше, чем одна вторая. Я удивительно плохо это расположил на доске, поэтому боюсь, что никто ничего не видит. Извините, пожалуйста, как я совершенно не рассчитал тост. Можно я уже песню пишу, ладно? Значит, идея такая. Вот у меня, начиная с некоторого места, выполняется вот такой неравенство, если ряд сходится. Так вот, я беру и перемножаю соответствующие множители. Единица минус cn плюс 1, единица минус cn плюс 2, единица минус c с номером n плюс m. Господа, это больше, чем единица минус все эти c шаги вместе взятые. Понятно почему? Потому что если берешь любые два числа x и y, но имеете в виду, что x и y числа положительные, меньше единицы, и их сумма тоже меньше единицы, то получается вот такое вот неравенство. 1 минус x умножить на 1 минус y больше, чем 1 минус x минус. Вот. Ну, собственно, все. Это у меня получается больше, чем 1 вторая. И получается, что это верно при любом натуральном m. То есть, вот этот вот бесконечный хвост, начиная с единицы минус cn плюс 1, он больше, чем 1 вторая. Ну и значит, никакого стремления, кто любит, не может. Спасибо.